Я рад приветствовать работников аппарата на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в дополнение к игре Behold под названием Блаженный Сон. Ну что дорогие друзья, слегка поращупали почву, посмотрели игру немножечко. Нужно углубляться под кожу каждого живущего в этом доме. Как вы видите дорогие друзья, у меня в этой квартире тоже камеры я натыкал. Мне пришлось загрузиться, ну как бы я выходил из игры, загружаюсь, а получается... Во-во-во, там кто-то что-то делал, а кот помешал что ли? Кот, ты помешал что ли? А получается как бы мне загрузилось момента, что я еще фейерверки не дал и только задание получил. И в итоге получается, что мне пришлось все заново переигрывать. Ну то смотри сколько денег я набил, 10 тысяч, я два раза шантажировал людей, ну я пошантажировал эту семью полностью, ну как бы раз пошантажировал их, пошантажировал стариков. Старики причем кстати не так сильно хотят отдавать бабки, вот мне только один из них заплатил, второй просто проигнорировал. Так, требования, требования, а нет смотрите полностью отдали, я тут что-то думал, живем богатенько. Так вот, я про что? У меня вроде 11 тысяч, один шантаж, у этих я тоже расставил все камеры и я полностью всю информацию слил. То есть я составил характеристики на всех жильцов этого дома. Теперь остается нам теперь с вами пообщаться с ними, да? Попробуем пообщаться, посмотрим что из этого выйдет. Я думаю что может быть какие-то дополнительные квесты они нам дадут или еще что, я пока не знаю. Для меня это пока очень непросто в понимании, но мы надеюсь разберемся. Давайте с детьми, начнем с детей, может быть детям что-то надо, они просили вроде как, а хотя подождите, подождите, они же просили вроде как бы, разговор был как-то, помню про, как он называется, про песочницу. Про песочницу, набрать номер, что у нас есть, позвонить Бруно Хэмфу, поговорить про эвтаназию, позвонить в центр эвтаназии. Получается я могу поговорить с Бруно, да, и узнать, кстати, давайте узнаем, а почему бы и нет, непонятно же, по какого фига мне вообще хотят меня усыпить, я же не хочу вообще этого, совершенно. Давайте поговорим, посмотрим, что из этого вводит, я с понятиями. Вы слышали про процедуру блаженного сна? Вы же знаете, что мне нет 85, я не хочу умирать. Все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать, одно только-то ничего не меняет в положении вещей. А то, что вам нет 85, так это ваша большая недоработка. Министерство поздравлений, видите ли, никогда не ошибается. Если по реестру вам 85 лет, то вам именно 85 лет, не больше, не меньше. Такие козлы вообще. Но мне нет же, мне нет еще 65. Неужели никто в министерстве не может просто исправить документ? Поделать документ? Мертина, вы в своем уме? Любой, кто попытается исправить эту так называемую ошибку, государственный преступник. Такого человека будет тут же арестован. Вы хотите, чтобы кто-то пожертвовал своей жизнью и совершил государственную измену? Зарубите себя на носу! Ни одно министерство нашего великого государства не совершит ошибку. А не совершает ошибку. Самому сольба там уже преступление. Вот так вот, ребята. Вот мы и узнали, как бы, что про нас. А давайте позвоним в центр автаназии. Я просто думал, знаете, что мы можем позвонить к какому-нибудь министерству и поговорить по поводу песочницы. Может, мы смогут ее здесь сделать? За счет моего там авторитета, например. Позвони в центр автаназии. Здравствуйте! Национальный центр автаназии. Здравствуйте! Я Гектор Медина. Я закончил все свои дела и готов... Нет, 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 нет! Вы действительно готовы? Нет! Нет! Я поторопился! Напоминаем, что вы должны прибыть в центр автаназии на значенное время. Машина приедет за вами. Всего доброго. Капец. Все, понял. Ха-ха-ха! Я все понял. Мы можем прибыть в центр автаназии. Э-э-э-э! Э-э-э! Черт, нет! Нет! Нет, нет, нет! Вы че? Уходи с дороги, дебила, кусок! А-а-а! Нет! Вы че, твари? Твою мать, ублюдки тупые! Ты че, дебила, кусок не видишь, куда едешь? Давай второй проедься по ним! Блин! Блин, когда он вышел на дорогу, я все понял уже. Куда ты поехал? Вот че вы его не арестовали? Какого хера? Че, че происходит в этой дебильной стране? Ребенка только что, как у... Твою мать! Твою мать! Блин! У меня просто нет слов. Ну охереть, просто девочку задавили. Охереть, просто охереть. Охереть просто! Да уйди ты, я не с тобой хочу разговаривать с мужем твоим. Покормить консервами, покормим. Блин, ну какой... Вообще, че творится в этой игре? Это че? Разве так можно? Ну девочка тоже молодец! Че, тебе родители с детства не учили не играть на дороге? Кто играет на дороге? Блин, вообще капец. Уже жесть начинается. Уже жесть, ребят. Кот туда приперся, значит там кто-то живет? Ну то есть там кто-то есть? Живой? Так, я хочу сейчас, знаете, что сделать? Мне вообще интересно. Мне интересна такая тема. Ладно, ладно, мне сейчас не до вас, сейчас этот выходит у нас. Я с ним пообщаться хочу. Здравствуйте. Спросить про работу, спросить по погоду, поговорить про справку с жены, спросить, что ему нужно. Вы знаете, что наша дочь сбила машина? Мне нужна ваша помощь. Простите, что я накричал на вас. Она наша долгожданный и любимый ребенок. Если бы мы могли использовать свои связи, найдите настоящих родителей. Иначе Элата умрет. Это Элата или Злата? Я что-то не очень понимаю. Здесь вот, кстати, прям... Ладно, Элата пускай. Мне надо найти ее родителей. По суновлению нам помогал ваш начальник, Бруно Хэмф. И сейчас мы никак не можем пробиться к нему на прием. Не могу ничего обещать. Но я попытаюсь, Клаус. А зачем ему это? Так, давайте тут чуть-чуть малышку. Читаем, что-то не было. Блин, как у меня я вообще просто в шоке. Знаменитый кардиохирург Алэзи Шпак сотворил чудо. Талантливый доктор спас жизнь престарелому министру культуры и полезного досуга. Полезный досуг. Проведя многочасовую операцию на сердце Эдмунду Элинке. Простите, я что-то считаю с этими фамилиями. Алэзи Шпак переведен в главный научный центр и скоро прибудет в город Хельмир. Также сообщаем, что был уничтожен лидер подпольной организации ответственной за печать антигосударственных листов. В голосе правды траур. В голосе правды траур. Наш товарищ умер, но делая его живо, мы продолжим свое правое дело и будем освещать все новости с правильной стороны. Долой ложь. Таланты мастерства хирурга Шпака радуют наше сердце, но одновременно с этим их разрывает боль. Ведь тысячи простых людей умирают, так и не получая квоты на операцию. Этот министр Линке нужно было отправить на процедуру блаженного сна вне очереди. Возможно. Никто спорить не будет. Кто тут бубнел под ухо, пока я тут пытался прочесть? Так, ладно. У меня осталось поиск родителей. 109 часов. Не зря, наверное, мне дали так много времени. Я думаю, что это будет очень непросто. Давайте позвоним, наверное, ему. В первую очередь. Я думаю, что есть какой-то номер у меня. Так, позвонить Бруно Хэмфу. Давайте так и сделаем. Товарищ Хэмф. У меня есть просьба личного характера. Гектор. Вы же понимаете, что любое обращение с просьбами личного характера к должностному лицу выглядит как злоупотребление полномочий. В нашем великом государстве нет места личному. Если есть всего лишь благо. Прошу прощения, я больше не побеспокую вас. Да ты что? Как вы легко сдаетесь, Медина. Ха-ха-ха. Все общее благо складывается из счастливых жизней обычных граждан. Ха-ха-ха. Я понимаю, на что он ведет. К чему точнее всего. Он сейчас будет просить, наверное, что-нибудь там, ну, материальное. Готов успорить, что вы не для себя просите. Выкладывайте, что там у вас. Мне нужно узнать, кто настоящие родители Элаты Химмер. Хим... Эээ... Шиммер. Блин, что-то короче... Элаты... Наверное, Златы все-таки. Златы Шиммер. Дело в том, что она была удочерена. И недавно попала в аварию. А теперь ей требуется донор. Удочерена? Да, припоминаю. Даже могу сказать, что отлично это помню. Ну, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Значит так. Информация, информация... Эээ... Стоит дорого, Гектор. Информация, информация. Я могу дать вам то, что вы ищете, ну, в обмен на нечто другое. Что я должен сделать? Не вы. Марк Шиммер. Я хочу, чтобы он... Оказал мне кое-какую услугу. Эээ... Личного характера. Устойте навстречу, и тогда я добуду для вас эти сведения. Что? Я не понимаю. Все вы понимаете, Медина. Не стройте из себя, дурачка. Передайте Марии, что я буду ждать ее в своих апартаментах. Если от этого будет легче, скажите, что шампанское и фрукты тоже будут. Капец. Я голый. Такой еще, ты бы еще бы это подметил. Я буду голый. А, да. Во всеоружии. Но позвольте, товарищ Хемфер. Разве это не злоупотребление служебным положением? Разве такие желания не идут в разрез с интересами граждан и государства? А я, Гектор, не отдаюсь себя от всего... А, не отделяю себя от нашего великого государства. Что хорошо мне, то хорошо и для нашего народа. И наоборот. Так что прекратите разглагольствовать и начинайте уже работать. Но она же замужем. Как я могу сказать такой Марии? Ртом, Гектор. Ведь разговаривают друг с другом ртом. На кону жизни у ребенка. Она пойдет на все ради спасения этой юной жизни. И если будет... Арт... Артачица, скажите ей, что в прошлый раз, когда речь шла об удочерении, для нее не составило особых проблем, явиться ко мне. Напомните, Мария, что именно я организовал для их семьи этого ребенка. Ради их эгоистичного желания иметь детей. Мне пришлось лишить другую семью этого счастья. У меня до сих пор сердце кровью обливается. О боже! Вы отдали им чужого ребенка взамен на удовлетворение своей похоти? Мне не нравится ваш штон, Медина. И то, как вы извращаете факты. Я помог бездетной семье завести ребенка, создать полноценную ячейку общества. Это факт. Неужели нет другого пути? И почему я с вами вожусь, Медина? Хотя, можете не отвечать. Это был вопрос в пустоту. Хм... Есть еще один вариант. Мой племянник недавно закончил институт животноводства. Так вот, ему нужна хорошая работа. А Клаус, у вас как раз работает в Министерстве финансов? Где штат полностью укомплектован? Так вот, пусть он организует... Эээ... Вакансию. Разве это ему не по... Эээ... Разве это ему под силу? Гектор, где ваше воображение? Вакансию можно организовать, освободив место. Так вот, пусть Клаус уйдет с работы. Так сказать, передаст эстафету молодому и перспективному сотруднику. И тогда, может быть, я смогу им помочь. Это все, что вы можете предложить семье Шиммеров? Почему же? Деньги всегда могут решить вопрос. У нас в Министерстве постоянная нехватка наличных средств. Мне нужно 150 тысяч. Так же... Ха-ха-ха... Эээ... Так и мы... Эээ... 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 И больше... Эээ... Не нервируйте меня. Я и так вам дал целых три варианта. Охренеть! Короче, пипец! 150 тысяч! Че, серьезно? Откуда у них такие деньги? Они живут в захолустном сраном доме? У них денег явно этих нет. Ну, короче, тут либо, наверное, вариант... Ну, тут надо будет со семьей поговорить, наверное. Я хотя не уверен. Представляете, короче, это Клаус уволится. Это выйдет так, что... Эээ... Я думаю, наверное, лучший вариант это... Сообщить Марии. Я, конечно, понимаю, что это, может быть, показаться... Не очень. Но, в принципе, просто представьте. Тяжелое время. Вообще тяжелое время. Реально у них сейчас. И... Если Клаус уволится, и у них не будет дохода, как они будут жить. В принципе. Ну, конечно, если он узнает о том, что Мария сделала, он тоже жить не сможет. Это точно. Потому что для мужчины это... Ну, это просто удар в спину. Это такой удар, что просто капец. Я думаю, вряд ли он будет жить после этого. Там они либо разведутся, либо вообще покончат с собой. Но... Уволиться с работы я хреново знает. Хотя, наверное, можно уволиться. Да можно же в другое место пойти работать. Ну, так ты человек-то все-таки предприимчивый, я так думаю. Да, как вариант, в принципе. Давайте, короче, работать над этим. Я не знаю. 150 тысяч это, ну, уж очень много. Выбрать вариант с деньгами. Выбрать органит... А, мне сейчас надо выбрать. Выбрать вариант с рабочим местом Клауса Шиммера. Ну, давайте еще 5 секунд подумаем. Я даже не знаю. Вот реально, два варианта. Ну, 159 тысяч. Где мы? Мы их лично не соберем. Я не знаю. 150 тысяч это очень большие деньги. Ну, очень большие. Я даже не знаю. Это если нам кто-то там подарит где-то 100 тысяч. 150 тысяч мы, может, еще как-то нашкребем. Ну, 150 тысяч. Это, мне кажется, очень дорого. Много. Очень много. Давайте, наверное, поговорим с рабочим местом Клауса. Все-таки работа, это вещь такая. Ее можно каким-то образом и в другом месте получить. Можно пойти работать на другую работу. Как бы, да, это как-то более-менее. Хотя, вот знаете, тоже история про то, что Мария уже была в интимной связи с этим мужиком. Для нее, в принципе, это, конечно... Она же сотворила это, как бы. Для нее это вполне, видимо. Ну, не то, что это не норма. Понятное дело, она пересилила себя и ушла. Но, все-таки, она с этим живет, как бы. Я не думаю, что для нее это будет, ну, прям уж совсем. Хотя, хрен его знает. Давайте, короче, выберем с рабочим местом. Я передам Шимеру, что ему нужно уволиться. Боюсь, у них будет огромная проблема с деньгами. Оверен он с легкостью найдет себе другую работу. Я этому поспособствую. Не переживайте. Короче говоря, ему потом вообще там заставят что-нибудь там толчки мыть или еще что-нибудь в этом духе. Ну, я, конечно, утрирую. Но сам факт то, что если он поспособствует... Если такой козлина-то поспособствует, то он поспособствует, так поспособствует. Так, мне надо с ними поговорить, да? Так, с Клаусом пообщаемся. Ну, вообще, так-то жесть. Ситуация разворачивается очень интересно. Оп, на пианино играет, запомним. В принципе-то живут они неплохо, сами видите, да? Кота, кстати, давно не кормил. Как бы не отъехал он наш дорогой-то. Да он тут ходит у всех, клянчит. Вот знаете, я вам так скажу. Вот у всех уверен, что ходит, клянчит мой кот. Так что, в принципе... Так, с кем еще пообщаться? Ну, надо еще со всеми пообщаться. Со всеми возможными людьми. Вот я бы, например, пообщался с художником наверняка. Кстати, надо пойти подкинуть им что-нибудь. Пойти подкинуть икру, например. И пошантажировать. Мне еще деньги нужны. Мне почему-то интересно, кстати, такой момент. Можно ли за счет квестов выехать, съехать, да? По... По... Набрать нужное количество денег. Я не знаю, для чего, правда, пока копить надо. Но по-любому, для чего-то будет нужно копить. И вот мне такой момент интересен. Возможно ли это? Вот видите, он пошел клянчить еду. Хотя сам по себе ходит. Так, что я стою? Что мне надо? Я хотел пообщаться. Давайте, наверное, пообщаемся. Ну, пойдемте общаться тогда. А, не, подожди, подожди. Клаус выходит. Клаус выходит. Санта-Клаус. Подожди, подожди, подожди. Да... Да... Че, чтобы пообщаться нельзя, что ли? Блин, Клаус, какого хрена? Здравствуйте. Спросить про погоду, спросить про работу, поговорить про состояние золоты. Рассказать про предложение Бруно Хэмфа. Я думаю, что он согласится. В принципе, в любом случае он согласится. А у него выхода нет. Хотя, вы знаете, нам нужен донор. А, донор, наверное, органов. Да, донор же нужен. Не донор крови, я так думаю. Наверное, донор органов нужен. Да, наверное. Потому что, ну, донор крови, но... Пш... В чем проблема? Крофе можно взять любую. Найти просто нужный... Нужный резус и, пожалуйста, можно взять любую кровь. Где? Гектор... У нас есть какие-нибудь новости? Вы что-то выяснили? Удрость поговорить с Хэмфом? Да, но, боюсь, его предложение вам не понравится. Он отказывается передать информацию бесплатно. Что ему нужно? Он хочет вашу должность для своего племянника. Если вы уволитесь, то он передаст информацию. Проклятье! Я знаю его племянника. Он приходил к нам месяц назад. В попытках устроиться. И комист из него, как из навоза пуля. Он же 2 плюс 2, а не в состоянии сложить. Так он такой не засидится, я уверен. Хотя, в принципе, Хэмптон, наверное, может поспособствовать. Но все равно. Первой проблемой только дойдет до вождя какая-то информация, а будет... Вот так вот. И сразу же до свидания. Министерство экономики заполонили сынки. И племянники влиятельных родителей. Неудивительно, что наша экономика идет ко дну. Как прогнившая угольная баржа. Чем же я буду кормить семью? Клаус, для того, чтобы кормить семью, нужно сначала ее спасти. Правильно, кстати, говорит. Абсолютно право, Гектор. Гектор, устроись куда-нибудь, когда спасем Злату. Ну что ж, я готов. Можете так и передать этому упырю. Я дам им свое место. Держитесь, Клаус. Мне очень жаль. Не извинитесь, Гектор. Вы и так сделали для нас больше, чем все чиновники этой страны вместе взятые. Да, пойдемте разговаривать с упырем. Жарный упырь. Набрать номер. Так, позвоните Бруно Хэмфу. Бруно, я передал ваше предложение Клаусу. Он согласился уйти с работой. Вот и славно. Мы племянник будет рад, а еще больше будут рады его родители. Класс. Я прямо вижу, как меня награждает очередным орденом за заслуги перед министерством. Все, не отвлекайте меня больше. Товарищ Хэмф, вы не забыли про информацию? Какую еще информацию? Ну как же? Кто настоящие родители Златы? Вы ведь обещали? Не повышайте голос! Завтра вы все получите. А сегодня у меня нет настроения заниматься делами. Мне нужно обрадовать племянника. И отпраздновать с братом получение его сыном новой должности. Он так-то и кинуть может через Писюн. Я так чувствую. Котейка! Стопоней тебя кормить пришел. Покормить консервами. Проголодался мохнатый? Вот твоя порция. Рмяу! Да я жиром порос! Какой проголодался! Так, ну что? Что нам нужно сделать? Ой, я боюсь, какие-то положухи начнутся сейчас. Вот вообще прям начнутся. В этой игре всегда так... Так, тайная станет явным, да? Шесть часов. Хэмп достанет информацию и так понятно все. Так, у них тут есть кто-нибудь дома. Давайте пока сходим. Постучимся. Вы знаете, я заметил то, что нас стали палить, да теперь. Теперь нас палят, когда мы с вами воруем. И вот эти, мне кажется, вспышки палива, они, короче... Ну твою налево, ты чё так мало куришь? Хэмп, кури больше. Курить здоровье и помогать. Так, давайте с ним поговорим, кстати. Мы тоже с ним не разговаривали. Давайте пообщаемся. Такая встреча. Поздороваться. Здравствуйте, Жорж. Как ваша работа? Да разве можно эту мазню назвать работой? Я вынужден рассрачивать свою жизнь на отвратительное ремесло. Снова рисуйте агитационные плакаты? Именно. Об этой гадкой мазине я мечтал, когда изучал работы великих художников. Когда развивал и пестовал свой талант. Такой чувак, конечно. Опять накидался. Я все чаще начинаю сомневаться, а есть ли он у меня, этот талант? Раньше я был абсолютно уверен, что смогу создать нечто, поистине гениальное. А теперь? Осталось лишь... Осталось лишь... Осталось ли хоть что-то? Одно лишь мыльное... Мельпомение известно мыльное. Я уверен, что эта занятость штука временная. У вас обязательно будут шансы проявить себя, Жорж. Пока я, Жорж Делатур, мучаюсь ожиданием этой благоприятной поры, любой ускаловый жандарм может втоптать меня в грязь и грубым кованым сапогом. Частота пламени души рискует погибнуть под напором безнравственной похабщины. Боюсь, я потерял нить нашей беседы. Как нить судьбы человеческой... Вот так вот общаться с творческим человеком. Ты нихарена не понимаешь, почему. А он, знаете, весь такой... Он уже в образе. Он парит с самого утра, короче. Он его несет. Как нить судьбы человеческой... Плетут ее на моры... Так и нить разговоров... Плетут два человека, не ведая, куда их заведет беседа. Так, проговорить про творчество. Он, конечно, красавчик. Мне нравится с ним беседовать, он веселый. Поговорить о творчестве. Как продвигается творческий процесс? Я свободный художник. Утонченная натура, запертая в клетку, сотканной из примитивных желаний. Чтобы создать что-то, мне нужно есть. А чтобы есть, нужны деньги. Все вертится вокруг этих пошлых бумажек. Так рисуй бумажки, что нормально? Раньше можно было, мне кажется, проще подделывать деньги. Это сейчас сложно. Что человек, когда он занят только сном и едой? Животные, а не больше. Вы знаете, говорят, творец должен быть голодным. Да что вы понимаете в этом, Гектор? Эта фраза была бы правдивой, если бы у творца был выбор. Что-то я не слышал, чтобы говорили, что творец должен быть при этом еще и мертвым. Да, да. Поэтому как именно так обстоят дела? Если я буду выполнять госзаказы или умру с голоду... Короче, если я буду выполнять госзаказы или я умру с голоду... И меня заточат в темнице за инакомыслие. Творческая лодка разбилась о быт, а мысли о высших материях заглушены утраченным... Урчащим... Урчащим желудком. Что-то как-то сложно, а мне идет его беседа. Ах, какая банальность. Звучит невероятно печально. Прошу простить меня, мои высокопарные речи, мой друг. Я не хотел вас расстроить. Ну да, высокопарный согласен. Пожалуй, мне лучше вернуться к порчбумаге. Ха-ха-ха-ха. И моливанию на ней этих вулигарных лозунгов. Так, давайте подождите, мы не будем пока с ним прощаться, мне нравится с ним общаться. Поговорить про статую женщины, поговорить про сожительницу, Поговорить про эвтаназию. Закончить разговор. Давайте поговорим про эвтаназию. Все-таки это как-то актуально для нас. Мы слышали про процедуру блаженного сна? Мы все пребываем во сне, Гектор. Ха-ха-ха-ха. То есть, мы вообще... Короче говоря, он художественная личность, и он смотрит совсем по-другому на все на это. Имеет ли значение, раньше или позже мы проснемся? Вы пьяны? Да, но может ли быть резвым, находясь в центре того кошмара, что именует нашей жизнью? Мне сердце стиснул холод. Уж меч был занесен над буйной головой. Ах, что это я? Не та аудитория. Не та. Да подожди это, куда пошел? Да, он такой, ну, реально творческий мужчина. Только статный, кстати, мужик того, посмотрите, да? Широкий полечи. Крупный. Поговорить про статуи женщины. Поговорить про статуи женщины. Жорж, что за статуя вы делаете? Я уже рассказывал, Гектор. Я получу прекрасный заказ на статую нашего мудрого вождя. Самоподходящий размер как раз хватает на несколько безбедных лет. Получается, там же дама. У нас что, вождь женщина? По-моему, нет. Хотите сказать, Жорж, что наш мудрый вождь женщина? А, о-о-о, ха-ха! Так вам все известно? О, боже! Прошу вас, Гектор, помогите мне! Я погибаю от любви к незабвенной Жанне Эрн. Но еще страшнее того, что я могу погибнуть от расстрела. Ха-ха-ха! Так-так-то пули убивает-то, это точно. Любовные стрелы, знаете ли, гораздо приятнее холодных свинцовых пуль. Что вам от меня нужно? Я подался страсти. Без глаз и без ума. Любовь летит. Не ведая сама, куда и как. Ах, я всего лишь человек с горячим сердцем и распахнутой душой. В которую любой готов забраться в грязных сапогах. Жорж, я вас понимаю, но ближе к сути, пожалуйста. У меня, знаете ли, каждая минута жизни на счету. Так-то да, кстати, действительно. У нас вообще каждая минута жизни. Это не фигурное выражение, а ужасная реальность. Я почти закончил этот заказ статую нашего вождя, но однажды не смог удержаться от соблазна. И на обратной стороне выбил лик моей музы. Моя прекрасная Жанна. Чем страсть сильнее, тем печальнее бывает у нее конец. Если приемная комиссия это обнаружит, меня расстреляют. Точно расстреляют. Для этих изверков бумажка подтверждение соответствия государственному стандарту гораздо важнее человеческой жизни. Даже статуя у нас создается по ГОСТу. Гектор. Какое уж тут творчество. И что вы хотите-то от меня? Видлик вождя. Жорж Валтур просит тебе технический документ на статую. А-а-а. Мне нужно добыть технический документ. Так, ну это точно тогда надо звонить. Да? Ну что же, дорогие друзья. Вода подошла к концу серии по дополнению к игре Би Холда под названием Блаженный Сон. Я до сих пор пребываю в легком шоке от происходящего, так как когда страдают дети, это выбивает просто из колеи, если честно. Взрослые. Страдания взрослого человека тоже, конечно, выбивают, но дети, они вроде невинны совсем. Только пришли в жизни, когда такое происходит, это просто взрывает разум. Просто взрывает. Я надеюсь, что мы сможем помочь Элате в следующей серии. Извините, что называю ее Элатой, но реально мне так гораздо комфортнее. Как-то она пошла у меня, это с самого начала, и мне от этого очень удобно и хорошо. Надеюсь, вы не будете там скалить зубы и брызгать слюной насчет этого. Надеюсь, вам понравилась эта серия, ребят. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступать на шурупы ВКонтакте. А также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, жмокайте колокольчик, что будет всегда в теме. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую и люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!